В этом видео я для вас подготовила несколько новинок в коллекции моей косметики и некоторые из них это такие очень яркие трендовые вещи, мне просто не терпится о них рассказать, поэтому давайте приступать. И первое, о чем хочу поговорить, это такой очевидный, наверное, элемент у меня на лице, это то, что у меня сейчас на губах. У меня сейчас это помада от Colourpop и линейка это Ultra Satin Lip. Они изначально стали популярны своей линейкой матовых помад Ultra Matte Lip, но матовые помады у них дико просто сушат губы, они вот так вот просто их скукоживают в такое что-то очень невнятное и непонятное, некомфортно их носить, а вот сатиновая линейка, она вот, как вы видите, она практически матовая, но есть вот такой легкий элемент, как будто матовая помада еще не до конца высохла. Именно из-за этого носить их гораздо более комфортно, то есть это помада, которая абсолютно не сушит губы, очень приятно ощущается на губах, но в то же время она не настолько стойкая, то есть если я сейчас вот, например, поцелую там руку, она частично, как вы видите, остается на руке, это ее как минус, так и плюс, то есть в зависимости от того, чем вы не хотите жертвовать, если вы не хотите жертвовать стойкостью, то придется жертвовать комфортом, если вы не хотите жертвовать комфортом, то придется жертвовать стойкостью. Оттенок это у меня FAM, и это безумно трендовый оттенок, вот такие вот серые, серо-сливовые, там серо-коричневые, это сейчас пик популярности, конечно, я вам совру, если скажу, что эта помада очень красиво подчеркивает, я не знаю, оттенок моей кожи, или какой-то еще бред вот в таком вот духе, потому что это сугубо трендовый продукт, то есть сегодня это модно, сегодня мы это носим, и то большинство, в принципе, будет на вас коситься, как бы и те, кто в курсе трендов, да, тем, те подумают, а, да, класс, класс, молодец, крутая помада, а те, кто вообще не в курсе трендов, как, например, большинство мужчин, они зачастую на это смотрят так, типа, а ты уверена, что ты с такими губами хочешь выйти вообще в люди, поэтому, если вы почитатель трендов, то вам обязательно что-то такое нужно завести у себя в коллекции, если же нет, тогда ограничьтесь какими-то более носибельными оттенками. Еще один огромнейший тренд сегодняшнего дня, это металлические губы, и я себе взяла на пробу вот такую вот жидкую помаду, это у меня NYX Cosmic Metals, я не уверена, представлена она еще в Украине или нет, я ее нашла на официальном сайте NYX, когда оформляла заказ, я ее решила докинуть в корзину, чтобы, как бы, протестировать. У меня это оттенок восьмой, и это вот именно настоящая такая вот медная, истинно медная металлическая помада. Что хочу сказать, на губах очень комфортно, вот действительно такой вот масляный, такой вот как немножко вазелиновый, да, такой вот эффект она создает, то есть очень приятно на губах ощущается, выглядит действительно очень броским металликом. Я такие губы не помню, когда последний раз были в моде, по-моему, где-то в 80-х, если я не ошибаюсь. Ну, скажем так, вариант тоже на любителя, потому что вот когда вот просто вот смотришь на этот тюбик, кажется, что это какие-то жидкие тени, но на самом деле, на самом деле это наносится на губы. Плюс однозначный этой помады в том, что металлики, они очень сильно увеличивают объем. Если матовые губы, они, скажем так, беспощадные, да, и они подчеркивают точный контур, вот как вы вывели, так вот они и подчеркнули, и если где-то криво, то это как бы непростительно, потому что матовая помада это очень сильно подчеркивает. Вот это же наоборот, ее можно, ну, нельзя сказать, что это такой, знаете, продукт, который нанес вот так вот как-нибудь и пошел, нет, все равно нужен контурный карандаш для губ, все равно нужно аккуратно наносить, но все-таки эта помада немножко более прощающая какие-то огрешности и очень сильно увеличивает губы. Я, когда ей накрасила губы, у меня такое впечатление, что они в два раза у меня выросли в объеме, поэтому опять-таки вариант для любителя, у NYX в линейке там достаточно широкая линейка, есть вообще там и синие оттенки, и вообще такие совершенно уже даже для меня какие-то сумасшедшие, но если вам такое нравится и вы хотите протестировать, то почему бы и нет, вы можете вполне себе такое заказать. Еще тоже из таких вот металликов хочу показать вам две подводки, это у меня подводки от Гош, которые называются Extreme Liquid Gel Eyeliner, у меня два оттенка, это пятый бронзовый и четвертый серебряный, сильвер. Мне обе эти подводки очень понравились, сильвер, я, честно говоря, когда заказывала в интернет-магазине, мне показалось, что это более такая вот именно не серебристая, а такая вот как бело-серебристая, больше ближе к белому, да, цвету, возможно, с блесточками какими-то, но это именно настоящий такой вот серебряный классический цвет. Я в нескольких макияжах ее использовала, отлично дополняет какие-то определенные образы, там, где это уместно, поэтому для разнообразия очень даже классно. Что касается вот этого оттенка пятого бронз, то он меня очень сильно впечатлил. Девчонки, я очень вам рекомендую именно вот эту подводку, если у вас зеленые глаза. Она немножко красноватая, вот именно такая вот красноватая бронза, но это настолько сильно вытягивает зеленые глаза, и они начинают как-то совсем по-другому просто смотреться. Очень-очень классная подводка, легко ей пользоваться, она жидкая, здесь у нее вот такой вот фетровый аппликатор. Фетровый аппликатор это не мой фаворит, но все-таки из-за того, что это вот именно классический формат, это не ручка, не фломастер, она не так засыхает, в общем, так как вот именно такие вот в формате фломастера. Очень-очень мне понравился этот цвет, вообще безумный просто. В основном все коричневые подводки, они, ну скажем так, такие черно-коричневые, или рыжий-коричневые, но в основном или матовые, или немножко глянцевые. А это именно настоящий металлик, и вот именно бронзовый металлик, очень красиво выглядит. Дальше хочу вам показать, что я пополнила свою коллекцию гелевых лаков от Rimmel. Это не настоящие гелевые лаки, их не нужно сушить в лампе, но в то же время эффекты они делают именно похожий на гелевые, потому что верхнее покрытие, которое здесь идет в комплекте, оно вот делает очень ногти такими блестящими. У меня этот оттенок появился, сейчас вам скажу, 31 Perfect Posey, и это коллаборация вместе с моделью Kate Moss. Этот оттенок вот здесь вот в баночке выглядит вот таким вот нежно-персиковым, он, в принципе, вот такой вот на ногтях и есть, но мне вот конкретно этот лак понравился чуть меньше, чем вот у меня есть точно такой же набор, и здесь оттенок 43 Venus. Вот этот красный лак, он настолько плотный, он даже с первого слоя вот создает очень плотный, такой глубокий красивый оттенок. Вот этот лак однозначно в два слоя, и иногда бывает, если не сильно аккуратно красишь, что даже в два слоя бывает где-то видно вот такие вот, как полосы проплешины. Тем не менее, держится абсолютно точно так же, как и предыдущий, но мне он продержался максимум 5 дней, если я как-то там по-особому насилую свои ногти, то где-то 3 дня, на 3-й, на 4-й день начинаются уже сколы, но мне пока что из обычных лаков, не гелевых, которые не нужно закреплять в лампе, вот это пока мой однозначный фаворит, и, кстати, не обязательно покупать каждый раз вот такую вот упаковку, эти лаки можно купить отдельно, то есть вы изначально можете купить вот такой вот комплект, там где будет и верхнее покрытие, и лак, а дальше просто покупать лаки, потому что иначе это перевод денег. Вот у меня в данном случае есть два набора, и одним верхним покрытием я не пользуюсь, потому что, ну, оно мне просто незачем. И последний продукт, который я хочу вам показать, это вот такой вот антипроспирант. Я давно уже задалась вопросом органических антипроспирантов, потому что меня пугают все эти исследования насчет рака молочной железы, что это, как бы, антипроспиранты этому способствуют, поэтому я решила попробовать натуральные какие-то средства, я спрашивала у подписчиков, у вас, что вы можете мне порекомендовать, и одна из моих подписчиков порекомендовала вот этот вот антипроспирант, это Schmitt's Natural Diodurant, и запах у него бергамот и лайм. Начну с хорошего, запах потрясающий. Бергамот и лайм действительно очень свежий такой вот аромат, очень классный, очень приятный, вот просто на 5 с плюсом, вот запах на 100% я угадала. Что касается его состава, то он практически полностью состоит из разного рода масел, и также на первом месте у него какая-то пудра, я вам напишу, в общем-то, не буду сейчас придумывать, но в основном это масла, то есть консистенция этого антипроспиранта очень масляная, и когда вы наносите его в нужные места, то такое впечатление, что масло немножко как тает на коже, и в то же время вот эта масляная пленка остается. Я как бы не впечатлилась, если честно, этим антипроспирантом, он не спасает именно от потоотделения, как и, наверное, все органические дезодоранты, но с запахом действительно справляется, но все же, ну, как бы это не то, что я искала, как бы не до конца я довольна результатом, поэтому я не буду вам его советовать, я буду дальше продолжать свои поиски, если у вас есть какие-то рекомендации, обязательно оставляйте внизу, я вот очень сильно хочу найти действительно органический антипроспирант, который бы работал, и если не потоотделение останавливал, то хотя бы на 100% вот убирал этот запах, вот очень мне хочется такое что-то найти. Ну, а на этом я буду, наверное, заканчивать это видео, я очень надеюсь, что оно стало для вас полезным, что-то, может быть, вы присмотрели для себя, если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!